Блин, это просто трындец, девочки. У нас будет сложное окрашивание. Слушайте, ну а что это за человек такой? Дай покажу. Смотри, чтоб смылся потом. Заливаем. Вообще врун конкретный. Всем привет, мои хорошие, с вами Селена. С вами начинаем новый влог. Настроение хорошее, с утра я уже отвела Данюшку в садик, занялась видео, посмотрела, там ответила на письма всякие разные. И утро сейчас хочу начать с того, что мы будем с вами делать печёночные оладушки и будем делать по рецепту одной из моих подписчиц, которая написала под видео, говорит, а я делаю вот так. Я думаю, о, и я попробую, рецептик нравится. Так что сейчас мы с вами сделаем, уже пора мне готовить мои оладушки эти, а то пропадёт печень, которую я купила. Вот, и потом мы с вами идём, планирую заказывать стол компьютерный, вот, надо всё померить, записать. Ну, я примерно знаю, какой хочу, в принципе, я покажу фотографию, и на заказ делают мне стол, там нужно будет поменять просто полки местами. Вот, на фабрике этого не делают, то есть есть фабричный стол, готовый уже, да, но на фабрике не делают, у них идёт стандарт, а мне просто не подходит, чтобы справа у меня были полки. Мне нужно, чтобы они были слева, и поэтому придётся делать на заказ. Но стол, который я хочу, уже знаю, но об этом потом. Пошли готовить. Так, вот, смотрю, Анастасия Сошина написала. 500 грамм мелко нарезанной, либо пропущенной через мясорубку, или блендер, вот я в блендере буду делать, с одной луковицей, печень, добавить одно яйцо, 2-3 столовые ложки муки, соль, перец, приправы по вкусу, и всё. Можно добавить пол чайной ложки масла. Жарить с каждой стороны по 1-2 минутки. Пойдёмте готовить. Спасибо, Анастасия. Знаете, единственный вопрос, который у меня возник, это надо ли мыть печень. Я не знаю, но я её помою. И вот она, одна луковица. Сейчас почищу и закину всё в блендер. Итак, смотрим. Справляется. Добавила ещё одно яйцо, и я добавлю прям вот отсюда, наверное. Я думаю, не обязательно тут просеивать муку, да, потому что они же не будут у нас там воздушные, там это. Короче, неудобно мне 3 ложки просеивать. 3 ложки, мне кажется, надо, она какая-то жидковатая. А, ещё я не посолила. Сейчас, стойте, посолю и приправку сделаю. Посолю вкусной солью. Я не знаю, сколько мне тут её надо. Она у меня тут со специями сразу, видите? Господи, мне кажется, многое ещё сделала. Что-то прям всыпала-всыпала. Обалдеть. Ну всё, ладно, больше ничего не надо. Офигеть. Что-то, мне кажется, пересоленные сейчас будут. Пахнет очень вкусно. И, я так понимаю, вот такие они должны быть, да? Давайте попробуем. Пахнет очень вкусно. Разогреваем сковородочку, наливаем чуть-чуть маслица. Слушайте, так это быстро получается. Раз-два закинула, а я всё готовилась, готовилась. Оказывается, всё так легко и просто, и быстро. Мне кажется, знаете, у страха глаза велики. У меня вот я и готовка, мне кажется, это, блин, это надо вот это сделать, вот это. Вот что с оладиками с этими, теперь моё любимое блюдо. Что с запеканием курицы вообще на раз-два, там, порезал, побросал, всё-всё, вытащил, готово. Теперь вот печёночные оладьи. Что-то мгновенное. За три минуты их закинула, поблендерила. И всё, можно жарить. Так, смотрите, оно вот так вот у меня не стекает, даже клёвенько. Так, плохо нагрелось ещё. Да ладно. Так, ещё нагреть. Они же должны прямо шкворчать сразу, да? По-хорошему. Вот так уже. Ладно, первая партия, заценим. Первая партия готова, смотрите, какой красивый. Давайте попробуем. Ммм, нежные. Вообще не солёные, можно ещё соли добавить. Ммм, белиссимо. Очень вкусно. В общем, добавила соли, и всё равно не такое солёное, как можно было бы сделать. Короче, полчаса, и всё готово. Очень быстро готовится. Даже быстрее, чем обычные оладьи на кефире, например. Оно просто как-то мгновенно готовится. Действительно, одну-две минутки. Даже одну, я бы сказала, минутку. С двух сторон поджарить. Они очень нежные. Спасибо большое за рецепт. Пользуйтесь. Вот столько у меня получилось печёночных оладьев, с учётом того, что 5 штук где-то я съела. Ну, мне кажется, нормально так на ужин, там даже на троих, даже на четверых нормально будет поесть. Мне кажется, сюда прям огурчик, а лучка зелёного прям вообще по кайфу. Можно чесночный соус какой-нибудь. Вот. В общем-то, я наелась. И, кстати, я не знаю, сколько было у меня печени. Я вот на глаз сделала. Может быть, где-то полкило там было. Может больше, может меньше. Покажу вам мой лучок сегодняшний. Пальтишко, блин, покупала. Так всё, забыла про него. Представляете? Сегодня такая, о, пальто. Надо успеть его одеть. Вот. Вот так вот всё у меня чёрно-белое. Коврик постирали, везу его. Тащу его, точнее, в машину в постель. У меня в багажнике идеальная чистота. Блин, это просто трындец, девочки. Во-первых, на улице дождь фигачит. Я прошла просто от подъезда 3 секунды. Я уже вся промокла. Это раз. И я вспомнила, что я забыла взять мусорный пакет. А я его вытащила из мусорки и поставила просто на кухне. Я боюсь, что Милка там всё разнесёт. Всё раскидает. Просто, ну, сейчас возвращаться, дождь прям ливанул. Я ещё успела между каплями пробежать. Короче говоря, это просто... Ну, посмотрим. Пройдём домой, посмотрим, что она там натворила. Мне страшно. А, у меня там пакет от печёнки. А-а-а, я переживаю. Ну, ладно. Трэш-контент. Ну что, мои хорошие, вышла я, короче. Эту камеру за всё это время не включала. Объясняю, почему. Заказ стола сделала. Мне вечером должны скинуть эскиз. В общем, показала фотографию, что я хочу. В принципе, очень даже бюджетно мне должен выйти этот стол. Ну, сегодня вечером будет фотография. Мы там всё доработаем. И отправим на заказ. Заказ изготовления. 45 дней где-то будет. Вот. Ну, я не спешу. Главное, что качественно. Для меня это главное. И встретилась со своими старыми знакомыми, с которыми вместе выросли в одном дворе. Классно так пообщались, повспоминали столько всего. Вот. Ну, и вообще всегда интересно, когда, знаете, проходит время какое-то, ты встречаешь человека, с которыми выросли там вместе, да, мало, малые ещё гуляли. И как вообще изменилось всё. Как живут, что новенького, какие достижения жизненные. И вообще очень круто. У меня прям хорошее настроение, когда всё хорошо складывается. И когда ты прям встречаешь человека и думаешь, молодец. Вот, молодец. Как немногие. Очень люблю, когда у людей всё хорошо в жизни. И самое главное, с головой всё хорошо. Потому что если с головой всё хорошо, то я уверена, в жизни всё будет хорошо. Так что у меня хорошее настроение, я счастлива. Вот. Ждём стол и идём за Денькой в сад. Держись крепко. А вот Деня только с садика и сразу на спорт. Немного педали покрутим, да, Котя? Счастье на лице. Ты спортсмен? Улыбай. Ой, молодец. Деловух какая. Так проще, да? Да ты что? Да вы что вы говорите? Лицо такое. Пошли. Может, пойдём? В обратную сторону. Ничего себе. А, давайте посмотрим, что наша Милочка сделала с мусорным пакетом. Ой, моя умничка. Она чуть-чуть его только трогала. Смотрите, ничего не разнесла даже. А может, она его даже вообще не трогала. Моя ж красавица, девочка. Молодец. Моя Милочка. Умничка моя. Ничего не трогала в мусорке. Ну что, всем доброе утро. Мы с Денечкой в садик идём. Сейчас посмотрим, какая там погода. Вообще, вчера, короче, расскажу, что. Что вчера было? Вспомнить надо. Ну, сегодня мы встали, вот в садик. Я вчера такая раздетая ходила, вот в этом пальтишке в одном девочке. Я себя не очень хорошо чувствовала. И хорошо, что у меня уши не болят. Чувствую. Ты повторяешь, а? Тебе у него долго мое. Повторяет он. Хорошо. Короче, сейчас я решила шапку одеть и тёплую куртку. Всё на свете. Я пришла домой. Вчера, я не помню, на чём я остановила видео своё, что мы пришли домой или чё. Чё-то мы пришли домой с садика, да? Ну и, короче, всё. Я с Малым всё это время проводила. Он там мультики смотрел. Я там сериал всё смотрела. Что-то поиграли, поискупались и легли спать. Очень рано. Мы полдевятого уже ложимся спать. Вот. Ну и пока он крутился, пока ещё... На самом деле в 10 только засыпаем. Вот. И я вчера вроде всё нормально, а утром встаю сегодня и понимаю, что, блин, зря я вчера походила. Вот это вот нараспашку у меня футболка, пальтишко. Такая встаю сегодня, а у меня такое горло, нос такое всё. Я думаю, блин, опять что ли заболело. Ну, вроде нормально. Сейчас голос немножечко такой ещё просыпается, да? Я думаю, сейчас всё нормально будет. Но я уже сегодня такую не сделаю ошибку. Я буду сегодня одеваться. Тепло, шапку, всё нафиг. Там такой ветер отвратительный. Мне даже воспитательница сказала, говорю, если что, одевайте капюшон там. Сегодня Данька в садик пошёл. Она говорит, хоть кто-то радостный улыбается, а то у меня сегодня все плачут. Ну, видимо, настроение такое, погода такая вот. Настроения у детей нет, я думаю. Вот. Ой, короче, сегодня я должна с мамой встретиться ещё. И мне до этого времени, сейчас 8 утра, мне нужно кучу всего сделать. И видео смонтировать, и помыть голову, ложиться, и видео снять. Ну, на самом деле, на это всё уходит очень много времени. Думаешь, сейчас-час всё быстро сделаю, на самом деле, потом голову поднимаешь, уже там 3 дня, 5 вечера за Данькой надо идти. Но я постараюсь сейчас быстро всё сделать, и надеюсь, нам удастся вместе. Мы хотим пойти в Хофф, она там себе кое-что хочет посмотреть. Я хочу себе краску для волос купить. Вот. Ну, вместе с ней, кстати, повыбираем. Она меня красить будет, надо будет договориться о времени, когда она приедет ко мне. В общем, планы наполеоновские. Оставайтесь с нами. Слушайте, ну а что я за человек такой? Вот иду я и кайфую от своей стрижки, вы понимаете? Несмотря на то, что у неё неплотный срез. Вот та, которая была перед этим, помните, лесенка меня подстригли? Меня она прям напрягала с той длиной. А вот так покороче и лесенка. Мне нравится. Профилированная, даже не лесенка, а профилированная как-то. Ну, другая какая-то стрижка интересная. Я хожу просто наблюдаю за собой, мне нравится. Мне нравится, что лёгкость сейчас на голове. Мне нравится какое-то вот такое вот что-то. Какая-то свобода. Не знаю, может, я просто... Просто мне всё нравится у себя на голове. Ну, нет, нет, та же стрижка мне не нравилась. Короче, мне сейчас нравится, я даже радуюсь, что как бы я не хочу прям резко длинные волосы. Я хочу походить с этой стрижкой, она мне нравится. Единственное, что я хочу цвет вот другой, такой поярче что-то. И тогда будет клёво. Вообще такая универсальная длина, на самом деле. Всё, что хочешь, можно делать. И прически какие-то можно укладывать по-разному, можно прикольно. И сушить, и мыть. Короче, прикольно, прикольно, мне нравится. Ну, и пока они короткие, я поэкспериментирую с цветами. Обещаю. Сейчас, кстати, выхожу. Вот, кстати, можно снять сейчас шапочку. Сейчас выхожу, еду за мамой. Сейчас мы поедем по её делам сначала в Мегу, наверное, быстренько. Зайдём там в Леруа, посмотрим, смогут ли нам обрезать под наш размер там две дощечки белые. Вот. А потом поедем в Горизонт. В Горизонте уже есть, по-моему, индустрия красоты. Вот. Я хочу красочку Лондо взять и будем подбирать вместе цвета. Я проконсультируюсь с продавцом, как вообще на мои волосы это всё дело будет любопытно даже. Что она мне скажет? У меня вообще будет окрашивание сюрприз, честно говоря. Я вообще не представляю. Знаете, мне иногда пишут, типа, Селен, скажи, вот у меня вот так, вот так с головой фотографии мне присылают. Говорит, во что мне покраситься? Я говорю, блин, ну, я же не профи, я человек-эксперимент, я вообще, ну, как бы, просто не боюсь экспериментировать. И я тоже не знаю, что сейчас. Да я и не хочу, честно говоря, у меня полно профессионалов рядом. Я могу написать и сказать, что если я возьму краску вот эту, вот эту и покрашу вот это вот так, а это вот так? Что будет? Я даже не хочу спрашивать. Именно потому что я хочу сама. А что будет, мне самой интересно. Я не хочу, чтобы мне, как, знаете, в конце фильма рассказали, кто убийца. Убийца я своих волос, да? Или счастливый случай всё решит. Короче, жизнь, движение вообще, эксперименты. Поехали. Смотрите, я тут мамочоль, вот она у меня. И тут у меня сигналит кто-то, ой, ты боже мой, вся семья моя. Ну, что, как дела? Все хорошо. Сейчас у вас начнут. Место, место. Что, мои шаламайские укладки? Ты моя хорошая. Мамочоль приехала, пришла, сразу тут это, такая, так, что-то климат тут не тот, который надо. Сейчас я тебе сделаю. Я тебе знаю, настраиваем мою климат. Как тебе, кстати, вот, смотри, у меня слишком короткая, а теперь такая. Лучше, чем тебе? Или как тебе больше нравится? Лучше? И вот своё, и блондинка, и всё, будет как нарус. Мне нравится. Мам вообще за короткие волосы. Да зачем вот эти искусственные лепить, блин? Свои волосы прекрасные. Это у кого три пера на голове, там можно прилепить дополнительные волосы. У тебя свои нормальные. Это фигня вот эта, вот лепите какую-то чужую хрень на голову. И всё. Мнение? Сама мнение. Я считаю, что если свои волосы шикарные, значит, надо просто подождать, пока отрастут. И всё. А у кого-то терпение может быть? А ещё надо меньше вот это вот химию всякую на голову наносить, как эти всякие разные. В смысле краски, да? Краски менять просто, знаешь? И отпускать натуральные свои. Да, ну корни подкрашивать, допустим, как я, и всё. А постоянно вот всю голову то в один свет, то в другой. Это же мне вредно. Мама, ну это вредно, но это... Да, волосы становятся сухие и неживые, мёртвые становятся. А когда ты свои чуть-чуть корни подкрашишь? Мам, ты меня решила заморозить? У меня всегда были волосы, когда длинные. Сейчас убавлю. Ветер холодный, как на улице. Волосы были, когда у меня длинные свои. Конфетку больше? Нет. У меня что? У меня волосы всегда блестели, шелковистые, живые были. А у меня что, плохие волосы? Потому что только корни подкрашивали. У меня живые волосы, потрубай. Живые волосы, вот и всё, и хорошо. И меньше их там... Ну сейчас, подожди, мы их покрасим? Ты же приедешь, как-нибудь покрасить? Ну покрасить сейчас можно, но эксперименты эти прекращаю. Ну потом, я думаю, немного какой-какой оттенок там ещё сделать. Потом летом. Что? Несильный. Несильный, такой лёгкий, который смоется потом. Да? Лёгкий. Это не Овочка, это не Овочка. Чтоб смылся потом. Смотри, чтоб смылся потом. Я проверю. Да, ты расскажи, как у тебя дела, что у тебя на канале. Я смотрю, у тебя прям просмотры под выгрозы, что-то там интересное. Ремонт, потому что я делаю. Да, я вчера всё закончила. Мне Виталик уже пришёл, прикрутил уголочки для полочки. Позавчера, когда узнала, что он уже как бы освободился, шуруповёрт забрал, думаю, надо уже сделать всё до вечера. А есть 7 утра, и до 11 вечера я вот пахала. Представляешь, этот шкаф весь... Да я вообще не представляю, у тебя вдохновение осталось. Целая банка шпаклёвки ушла. Потом у меня две банки краски ушла. А сейчас мы куда едем? Что я красила? Сейчас мы едем в Леруа за полочками. А ты видишь камеру? Да. Она лежит. Она слева же снимает. Полочки в шкафчик нужны. Уже прикрутили мы вот эти вот держатели, на которые я положу полочки, и они будут там лежать. Всё. Мы, короче, заедем в Леруа и посмотрим, какие там есть дощечки, да, какой толщины нам нужны какие-то такие. И, по-моему, они могут резать по размеру нужным. У них там машина такая. Ну, в общем, короче, наша задача сейчас в Леруа полки. Всё. Леруа задачи больше нет. А куда мы поедем дальше и что мы будем смотреть, узнаете позже. На мамином канале. Да. Ссылочка под видео. Я держу пока интриг. Она интриганка ещё та, девчонки. Ну, в этом есть свой резон. Ну, конечно. Говори так, ты там вообще молчи. Рот на замок. Потому что это моя задумка. Ну, как бы там получится, не получится, будут размеры, не будут. Как это будет всё. Ну, а то, может, придётся переиграть и другую мебель туда поставить. Поэтому, когда уже я определюсь и всё уже будет решено, я вам скажу, что я хочу туда поставить. Кстати, да, ещё одну тему хотела с тобой секретную обсудить. Так что встретимся позже. Так, мама убежала. Уже тут съёмки, съёмки полным ходом. Масочку, масочку. Да, у меня масочка, вот она в кармане. Всё, одевай. Я сегодня, кстати, black style. У меня и маска чёрная. Всё, как надо. Привезла маму в модный торговый центр. Мама сегодня накрасилась ради выхода такого. В свет. Вы прям вообще выглядите прекрасно. Прям под... Приходится маску надевать. Прятать всю красоту. Да, прятать всю красоту. Глазки зато. Зато глазки не спрячешь твои шикарнючие. Красиво. Я люблю музыка, игра. Ну чё, я же квартиру свой в порядок привела, а теперь решила себя в порядок тоже привести. Правильно. Чтобы было всё красиво. Короче, первым делом, девочки, мама уморила меня голодом. Мы идём кушать. Смотрите, человек в торговом центре. Давно не был. Побежала к плачущей стене. Всё снимает. Показываю, какой у меня дикий родственник. Смотри, мам, стенка какая. За стеклом водоросли. Ты видела такое? А может быть у кого-то таких водорослей нет у моих подписчиков. Я им хочу показать, какие тут водоросли есть у нас. Понятно. Мама снимает секретное видео. То, что она не выдавала секрет. Вот теперь уже готова открыть секрет. В общем-то, мы... Заказ я это сделала. Пока заказала. Там всё равно он будет ещё изготавливаться. Даже больше месяца. Девочки, смотрите. Массимо Дути. Я смотрю, очень похоже всё, как в Заре сделано. И сейчас иду дальше. Пуленбир тоже сделали. Ремонтик. Очень круто. Прям хочется зайти. Смотрите, как всё клёво сделано. Висит. Вот в горизонте вообще. Почему я его люблю? Потому что он какой-то весь новый. Всегда следят за тем, чтобы было так всё красиво, модно, стильно. И прям хочется ходить по магазинам. Классно. Смотри. О, они все. И Страдивариус. Вот. Страдивариус тоже сделали ремонтик. Посмотрите, как красиво. Хочется зайти. Всё так классно. По весеннелетнему. Супер. Ну что, мои хорошие, я купила две красочки Лонда. У нас будет сложное окрашивание в ближайшее время. Так, ну что, девочки, маме показала красочку. Говорю, мама, будет сложное окрашивание. Она говорит, что, мухомором стать решила? Говорит, может, профессионала подключим? Я говорю, а кто у нас самый лучший профессионал в моём окружении? Ну, я имею в виду. Мама Чоли. Я уверена, ты справишься. Я тебе всю технику расскажу. Ну, если ты расскажешь. Насколько я её... Я вообще, честно говоря, не представляю, как это будет. Ну, Ладя, ну будет, что будет? Ну, а что? Ну, ничего, всё нормально. А мне интересно, что будет. Вот. Ещё хотела сказать, что мама наконец-таки нашла то, что она так давно искала. Вроде бы, да. Но ещё будет искать. Но уже сделала заказ кое-чего. Преображает свою комнату. В общем, кое-что из мебели мы сегодня выбирали. Так что на её канале. Ссылочка под видео. Заходите обязательно. Да. Много чего интересного. Там уже ремонт сделала в квартире своей. Кто не смотрел, посмотрите. Всё сама окрасила. Всё ей нравилось. Всё очень бюджетненько вышло. Вот. Молодец. Вот. Короче, классный контент. И вот сейчас новая мебель скоро прибудет. И у меня новая мебель, и у мамы новая мебель. И вообще весна, и всё хорошо, у всех всё новое. Ну и под конец дня мой лук выглядит вот так. У меня вместо шарфа, да я уже холодно на самом деле. Аж задуло, замёрзло. Дэня убегает, а Мила бегает вокруг щётки. Зубы. Я не хочу я чистить. Иди покажи боевую рану свою. Почисти зубы. Я не хочу чистить зубы. Я их чистила утром. Почистить. Я прям чистила утром. А это лопта пылесоса. Да, сейчас будем пылесосить скоро. Иди сюда. Пылесосить? Покажи, что у тебя с глазом. Дай покажу. Вот там у нас. Ударился губик. Рассечение прям какое. Заклей. Ну что, мои хорошие, пришли уже всё. И что-то и пришли. И что-то уже успела поделать, переодеться. Съела пару бутербродов. Сделала себе чай с имбирём и лимоном. Смотрите, в фикс прайсе купила. Вот такую вот штуку. Дэнь, выкидывай в мусор, если не нравится. Дэнь, а ты не в мусор. Выкидывай в мусор тогда. Не нравится и несёт в имбире. Короче, сделала имбирь. Вообще не очень люблю имбирь, но вот это мне нравится. Имбирь с лимоном, с сахаром. Ну, свежее. Здесь всё свежее и засахаренное. Классно. Имбиря так сильно... Ну, его чувствуется, имбирь. Но, наверное, смотря сколько положить. Ну, короче, сахар, лимон перебивает. И очень вкусно получается в целом. Так имбирь не очень люблю. Нос заложила у меня. Конечно, вот это вообще опасненько вот так вот выходить из дома. Короче, надо тепло одеваться. Ну, говорят же, в мае изменчивая погода. А сейчас не май далеко, апрель. Апрель вообще врун конкретный. Аж так даже, знаете, хочется пойти полежать, что-нибудь включить. Ничего не делать хочется. Вот. Ещё у нас есть макароны. И я думаю, что бы приготовить к макаронам? Креветки сделать, сосиски купить. Или заглянуть в морозилку и посмотреть, есть ли курица. Может, курицу запечь. И я не знаю, что бы я хотела сделать. Я, конечно, бы ничего не хотела делать. Надо подумать. Но сосиски нужно купить. У нас пятёрочка вообще во дворе есть. Но спускаться я туда не хочу. Проще сделать доставку с пятёрочки. Заплатить 100 рублей. И всё принесут домой. Так что я сейчас подумаю ещё. Может, закажу. Короче, лежала у меня, девочки, колбаса. Пропадала уже вот эта вот. А вот эта свеженькая. Но она как-то мне не особо зашла на бутерброды. Слишком жирненькая. Я решила взять. Сейчас подумала о солянке. А потом думала, макароны надо съедать. А с макаронами что я люблю? Какую-нибудь подливу, колбаску. Короче, решила сделать подливу такую, знаете, типа лечо. Только она с двумя видами колбасок. Типа того. А и помидор. Здесь помидор, болгарский перчик. Два вида колбасы. Краковская и обычная докторская. Вот сейчас оно всё потушится. Потом я добавлю сюда вот этот соус Zero в чепотле. Потому что он как раз вкуса лечо. И в этом оно всё в соусе потомится. И потом разогрею макарошки. И вот такое будет подлива у меня чё. Ну, вы поняли, мясное блюдо. Заливаем. Ну что, девочки, получилось. По запаху и по вкусу напоминает прям, честно говоря, солянку. Только не такая жидкая. Сейчас попробую с макаронами. Макароны подогрею и скажу, что же получилось. Я ещё поперчила приправу. И такая приправа идёт лимончик и перец там внутри. То есть я знаю, что в солянку добавляют лимончик. И я решила эту приправу сюда добавить. В общем, сейчас попробуем. Ух ты, какая красота получается. И Сёмочи. Раненый мой мальчик. Клёп, клёп, клёп. Я смотрю топ-модель по-русски на ТНТ. Попробовала я, короче говоря, блюдо своё это. Оно немного, знаете, что у меня какое-то кисловатое. Надеюсь, не будет изжоги. Я не пойму, из-за чего. Это либо из-за соуса вот этого, чепотле. Либо это. Из-за того, что я много поперчила. Поперчила с лимоном вот этим. И этот лимон дал ещё кислоты. А может, и то, и другое вместе. Ну, короче, кислоты много получилось. А так вкусно. Ну что, мои хорошие, доброе утро. Вот эта погода что со мной делает. Смотрите, опять голос у меня какой-то непонятный. Опять нос у меня заложенный. Но он особо так и не проходил. Там, не знаю, на несколько дней. Там вроде освободился нос. Сейчас опять заложен. Потому что ветер сильный. Это вообще не моё. И ещё я отключила батареи дома. И какая-то сырость. И мама говорит, это из-за ветра, из-за того, что дождь. Вот это вот всё. Короче, я тепличное растение. Мне нужно тепло до последнего. Я, наверное, отключаю батареи только тогда, когда уже жара такая в доме. Я уже понимаю, что ой, жарко. До этого не надо отключать. Короче, я сегодня дома. Денька в садике. Всё хорошо. Я дома монтирую видео. Сегодня, наверное, вообще никуда не буду выходить. Буду пить чай с малиной, с имбирём. Заказала сейчас себе еду. Сейчас борща съем. В прошлый раз брала борщ. Мне он так понравился. Я решила его ещё взять. Сейчас прям поперчу его так, чтобы меня пробило везде. Полежу, включу фильмец. Вот. И мне ещё нужно будет сегодня смонтировать. Ещё одно видео надо сделать. Да. В общем, всё потихоньку. Сегодня домашний. Сегодня дома. На домашнем. Так, вот он борщик. С говядинкой. И вот они опять сальце. Тут мне лучок прислали. Сейчас всё поперчу. Всё сделаю, короче. И пусть у меня нос освободится. А вот десертики, которые я взяла. Взяла рыжик и шоколадный Наполеон. Я ещё не пробовала. Хочу попробовать. Ну, а там котлетки из индейки. Это уже на попозже. Всем доброго вечерочка. Ой, сегодня целый день я была дома. Сейчас нос только закапала. Что-то опять заложила. Чувствую себя, в принципе, неплохо целый день. Поубирала. Еду заказала. Показывала, да. Поела. Деньку с садика забрала. Кстати, зашла в аптеку. Прикол вообще. У нас аптека есть в соседнем доме. Я не понимаю. Короче, я просто такого не встречала. Реально. Я уже там раза три. Ну, то есть я не раза три покупала. Я всего там, наверное, раз пять-шесть, наверное, заходила. Что-то покупала. Из них три раза, когда я обращаюсь к фармацевту и говорю, мне нужно вот это, вот это. Уточняю какие-то моменты. Она мне говорит, да, точно, это подходит. Я прихожу домой. Достаю инструкцию. Начинаю читать, и там черным по белому написано вообще, ну, то, что мне, короче, это не подходит. Ну, к примеру, вот сегодня мы зашли, и я говорю, я говорю, девушка, причем разные девушки, это не одна и та же девушка, а разные девушки, они какие-то то ли невнимательные, то ли как-то это. Ну, я так понимаю, что с этой аптекой нужно конкретно заходить и все перепроверять. Если она говорит, это подходит для детей, мне нужно достать инструкцию, все прочитать, противопоказания, показания и все такое. Короче, я зашла сегодня в аптеку и говорю, ну, у нас глаз тут, да, гематомка такая, показываю ей, говорю, мне нужно что-то для деток, чтобы вот, ну, быстрее зажило, там, отечность, вот это вот все дела. Она, ну, хорошо бы бодягой, но она там что-ли мятная какая-то, типа, холодок какой-то дает, я говорю, давайте без холодка что-нибудь, ну, он и так не захочет мазать, а еще холодок какой-то там пойдет. Говорю, просто какой-нибудь мазь. Она говорит, ну, вот есть спасатель детский, но она там типа это, типа не подойдет, что ли. Я говорю, ну, есть какая-то там мазь вроде глазная, троксивазин, ну, я не разбираюсь, честно, там, троксивазин вроде бы, нет, вроде он тоже от этого всего. Ну, и так вот, что в голове, она такая, троксивазин что-то, говорит, вот троксирутин вот есть. Короче, она перечислила мне кучу лекарств, кучу мазей этих, да, и такая, ну, троксирутин лучше возьмите. Я говорю, да, он будет лучше всего именно для вот этого синяка, именно для глаза можно мазать, да, именно для ребенка подходит. Да, да, она мне несколько раз сказала, да, для ребенка, может, для ребенка выбираю. Мне интересно, она своему ребенку также выбирает. И все, я же взяла мазь для ребенка, я же показала, я прихожу домой, собираюсь ему намазать, думаю, дай-ка я прочитаю инструкцию. Я достаю инструкцию и читаю противопоказания беременному в третьем семестре детям до 15 лет. До 15 лет. Понимаете? Я понимаю, что я зря просто взяла, ну, как бы, не, она, может быть, мне пригодится, там, от вен еще, от варикозного расширения, там еще. Так это третий раз уже, девочки, третий раз, я уже заходила и точно так же спрашиваю, я забыла уже, что там нужно все проверять. И тоже вот настолько нелепо все это было, я в шоке. Я прихожу и говорю, мне конкретно вот это, вот это вам сто пудов подойдет. Я, бывает, спешу просто. Прихожу домой, а лекарства, они же, ну, их нельзя возвращать, они возврату не подлежат. Я вообще, я офигеваю, ну, насколько я знаю, может, что-то можно вернуть. Короче, я офигеваю вообще. И я помню, что к ней так и приходила. А, был момент, что я говорю, мне одну пачку надо. Я говорю, дайте одну. Ей слышится там две, она мне две дает, пробивает. А я же не смотрю на цены, как всегда. Я оплачиваю все, потом беру товар, а там две пачки. Я говорю, зачем две? Она, вы сказали мне две. Я говорю, я не говорила две. Это вот второй раз был прикол такой. Первый раз не помню, тоже что-то я взяла, пришла домой, инструкцию посмотрела, а там что-то не то. Короче, троиндец. В общем, время 20 минут 9-го. Я пошла малого укладывать. Патеньки. Всем доброго дня, мои хорошие. Я что-то сегодня еще не здоровкалась с вами. Да ветер, хоть вы видите, солнышко, все дела. Но ветер сумасшедший вообще, это не кайф. У меня таблеточка от горла на всякий случай. Лиза Бакт. Горло не болит. Я бы не сказала, что горло болит. Просто оно село. И в прошлый раз, когда была врач, она мне, Лиза Бакт сказала употреблять. Вот я ее употребляю. Еще остались таблеточки там. В общем, сейчас мне позвонил курьер. Нужно забрать посылку. От того, что ветер, хоть и жара, я уже не доверяю всему этому делу. Я шапку на себя надела. И вот так вот даже иду и держу. У меня хоть и водолазка здесь, но я вот так вот горлышко еще держу. Чтобы ветер не задувал мне вот во все это. Но вот так ветер на меня влияет. Я сразу как-то простываю. Или непонятно что у меня. Першит в горле и все на свете. Спала хорошо сегодня. Все нормально как бы было. Проснулась немного такая расклеенная. Ну, сейчас пока походила, кофе попила, уже все нормализовалось. Вот. Еще я готовлю для вас там новую рубрику. Хочу запустить на этом главном канале. Посмотрим, как зайдет. Насколько вам понравится. Вот. И для этого мне нужно кое-куда сгонять. Посмотреть. Вот. В общем, заберу посылку и кое-куда сгоняю. Пока секрет. Но секрет пока. Но все равно я уже готовлю вам интересные видосики в ближайшее время. Так что скоро все будет. В коем-то веке, мои хорошие, я собралась в ленту пойти пешком. Возьму молока. Закончился. Ну, что еще надо глянуть там? Машина стоит у меня на солнце. Прямо я сходила уже в ленту. И как хорошо, что я ходила вот так у девчонки. Не раздевалась там. Так холодно в ленте. Трындец. Вот. Короче, купила много интересного. Ну вот я вышла на улицу. Замотала чисто шарфик. По ушам дует, блин. Хотя никого в шапке нет. Я намотала шарфик на уши. И держу вот так горло. За Данькой в сад пойду. Ветер. Привел меня. А что до конца? Давай до конца. Ну-ка. Вот так. Здесь препятствия проходим. Так, дальше. Смотри. Пошла живая колья. Держись. Молодец. Так, теперь. О, вот это вообще аккуратно. Аккуратно. Молодец. И все? А дальше не хочешь? У меня жопка. Я хочу. Давай, дай все. Вот, аккуратненько. Вот так, так. Ну-ка, ну-ка. И что ты будешь делать? Я хочу. Ручку дать? Держись. Ой-ой-ой. Класс. Вот это страшная штука. Аккуратно, держись, Деня. Девочки, представляете, я с Денькой уже давно не гуляла вот так вот, знаете, на площадке. Он столько всего умеет, я аж боюсь, как он хватает чего-то. Вообще, уже лезет куда-то наверх. Мне страшно аж. Хотите посмотреть на стильного мальчика? Ну, покрутись. Покрутись. Заходи. Так, курьер пришел, принес нам продукты. Первым делом я заказала вообще вот эти вот пельмени. Вот они. Денька, у меня есть только эти пельмени. Пельменешки. Пельменешки, да. Сейчас мы быстро сварим, покушаем. Вот такие пельмени с телятина и мини. Вот, две минутки делают. На стол поставь, пожалуйста, Зай. Они стоят 600 рублей. Это по акции. Так они больше стоят, около 700. Так, взяла, Деньки, кучу молочных ломтиков вот таких. Но только после пельмешек. Хорошо? Сначала пельмешки. Ладно? Так, на сырнике взяла творог. Взяла наш любимый пармезан лентовский. Это с макарошками Дэнни любит кушать. Так как я недавно была в магазине, я взяла молоко, мое любимое. Поэтому два молока в этот раз заказала. Ну, йогурты, масло в морозилку, что-то с запасом было. Вот что это за животное такое? Ах ты моя! Ах ты моя! Любит пакеты, посмотри. Любит шуршания вот эти. Тащится. Так, взяла помидорчики сливовидные, бананчики взяла. Ой, хорошие бананы. А он говорит зеленоватые. Но очень мало зеленоватые. Я тебе еще взяла вот конфетки и киндер. Но это все после пельменей. И вот такую шоколадку себе взяла лайм. Еще не пробовала. Люблю эту фирму. Так, ну что, будем пробовать шоколадку лайм. Уже сделала чай. Дэн, ешь давай. Хватит баловаться. Слушайте, ну прикольно. Я люблю апельсин. Я еще сомневалась брать лайм. Апельсиновую взяла. Апельсиновой не было. Вот. Сомневалась брать лайм. Но очень напоминает апельсин. Просто чуть лимонный вкус. Классно. Хрустящие какие-то штучки. Всем доброе утро, мои хорошие. Ой, заканчиваю я влог. На самом деле, я его сейчас уже села монтировать. Сегодня же этот влог уже выйдет. Я думаю, надо завершающие слова. Потому что, ну, влог какой-то весь сумбурный получился. Я что-то снимала в один день чуть-чуть, чуть-чуть в другой день. Все это время как-то странно себя чувствовала. Выходные просидели дома, ничего не снимала, никуда не выходили. Вот. И сегодня понедельник уже Деньку отправила в сад. Сама дома занимаюсь делами. Безумно бесят меня, короче, волосы мои. Ну, не стрижка, а цвет именно волос. Я хочу скорее поменять его. Меня бесят вот эти отросшие корни. Видно, что отросшие корни. И я позвала маму домой. Она у меня простывшая тоже. Как-то себя плохо чувствует. Ну, не простывшая, но как-то плохо себя чувствует сегодня. Я сегодня уже думала покраситься. Короче, не знаю, когда покрашусь. Но планирую в ближайшее время. Вот. И... В общем, прощаюсь в этом влоге с вами. И... Ждите новую рубрику совсем скоро. Надеюсь, вам она понравится. Все, я вас люблю, целую. Прощаюсь до следующего видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok